Районный суд Симферополя сегодня избирает меры пресечения для девяти украинских моряков. Как и накануне, дела рассматриваются одновременно сразу в трёх залах, куда по очереди приводят обвиняемых. Судья заслушивает доводы сторон, после чего выносит решение. В обвинительном заключении отражено нарушение границы организованной группы с угрозой применения насилия. Застегнуты на месте преступления пытались скрыться. Первым вводят Вячеслава Зинченко, старшего матроса контрактной службы, уроженца Кишинёва. Прокурор ходатайствует о том, что его необходимо изолировать от общества на время предварительного следствия. Судья выносит решение заключить под стражу на два месяца. В соседнем зале в это же время рассматривается дело капитана третьего ранга Владимира Лисового. Суд приходит к выводу, что обвинения в совершении инкриминированного Лисового преступления выдвинуты, обоснованы, так как он застегнут непосредственно после совершения преступления. Сам Лисовой сразу после задержания на допросе заявил, что моряки слышали требования российских пограничников покинуть территориальные воды России, но продолжали движение до тех пор, пока россияне не открыли огонь по катеру «Бердянск». Лисового, как и остальных украинских моряков, задержанных два дня назад в территориальных водах России, на входе в Керченский пролив суд, также арестовал на два месяца. Евгений, а вы признаете, что вы нарушили госграницу Российской Федерации? Не слишком охотно общались с журналистами и родственники задержанных, которые сегодня присутствовали в суде. Без комментариев, уйдите. Арестованные украинские моряки теперь будут ожидать суда в следственном изоляторе Симферополя. Пока это 21 человек, но через несколько дней к ним присоединятся и трое раненых моряков, которые сейчас находятся в Керченской больнице.